Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Прикосновения». И сегодня с вами я, её ведущая Елена Некрасова. На этой программе мы рассказываем о том, как великий, вечный и любящий Бог прикасается к людям по всему лицу Земли. И вы знаете, дорогие, сегодня у нас в студии очень интересный человек, проповедник с 30-летним стажем. Его зовут Сергей Миранчук. Сергей, здравствуй! Здравствуйте! Я благодарна Богу за нашу встречу и спасибо тебе за то, что ты приехал, чтобы поделиться тем, что горит в твоём сердце. И я не зря тебя представила проповедником, потому что я хочу не только узнать о твоей жизни, но хочу узнать о том, что движет тебя всю твою сознательную жизнь. С 16 лет проповедовать Евангелие по всему Советскому Союзу, когда ты там жил. И сейчас на протяжении многих лет жизни в Америке ехать в другие страны. Сергей, и первый вопрос к тебе. Что ты помнишь с детства? Какое самое приятное и самое хорошее впечатление от детства? Я хочу сказать спасибо и вам, что я имею возможность сегодня рассказать об этом. И если мы коснулись детства, конечно, как каждого человека детство, оно незабываемое. И самое приятное впечатление с моего детства, это то, что я в детстве мог говорить с Господом в молитве. Я мог... Ты вырос в многодетной семье. Да. И не так, наверное, много внимания могли уделять родители, которые при этом работали, при этом посещали каждое собрание церкви. И не так-то много, на самом деле, доставалось внимания. Но ты его компенсировал в Боге. Можно так сказать, у нас была семья, семь человек, у моих родителей. Правда, когда я уже родился, то уже один первенец наш, он умер, когда ему было всего пять лет. Поэтому у нас шесть человек было, пять ребят и одна сестричка. И нам весело было. Ребята все такие смелые, такие шустрые. Но с детства я оставил себе в памяти, оно всегда меня греет, что я мог приходить к Господу в молитве. Я мог разговаривать. Мать очень любила нас. И я бы сказал, что ты права, что она была на работе постоянно, она занята. Часто мы, ребята, были сами собой. Но в то же время сказать, что они не заботились, наши родители, так нельзя. Не заботились, просто было такое время. Да, такое время и по возможности они могли уделять столько времени, сколько могли. Но хочу продолжить за тебя, что вы могли быть предоставлены быть улицей, и улица могла увлечь тебя. Но что-то или кто-то другой привлек тебя. Расскажи об этом. Во сколько лет ты на самом деле познакомился с Богом, встретился с Богом, чем-то сверхъестественным, что двигает тобой всю жизнь? Мне кажется, что привлекла к Господу эту любовь моей матери, любовь ее к Богу. Она была очень... она уже ушла в вечность, она была очень нежной матерью, и она светилась этой любовью. И она любила Господа. Для ее Господь был все и во всем. И мне кажется, что это передалось для меня. Та вера, которая была в ней, она передалась тебе. Передалась ли она еще твоим братьям и сестре? Да, все верующие. Я помню, 10 лет мне было тогда. Я молился Господу, и я чувствовал, я знал, я был уверен, что Он просто рядом со мной. Он слышит меня, Он что-то отвечает моему сердцу. И у нас был как бы диалог. И вот это чувство диалога с Богом, оно осталось до этой поры в моем сердце. Я знал, что Он живой. Это давало мне такой фундамент. Ты правильно говоришь, что могла улица увлечь. Да. И много довольно таких семей в христианстве, тех, которых я знаю, что много детей в семье, но не все из них служат Богу, потому что улица их увлекла. Да. И это была в то же время атеистическая культура вокруг, советская пропаганда, в школе давление, рассказы этих школьных учителей, они же все-таки закончили университеты, мы знаем больше. И детский ум прислушивался, но то, что я имел разговор с Богом, то, что я с Ним говорил, Ему рассказывал, это никто не мог вырвать с меня. Слава Богу. Да, и это осталось с моего детства. Я просто имел такой фундамент в своем сердце. Я знал, что бы то ни случилось, но этого с моего сердца не могут вырвать. Во сколько лет или со скольки лет ты начал проповедовать? Где-то не было мне 16 лет, когда у нас в селе было такое заведено, чтобы даже если ты ребенок из верующей семьи, но все равно в церкви ты встаешь и говоришь, что я желаю отдать свою жизнь на служение Богу. Это как бы обещание служить Богу. Это еще не водные крещения, ты еще не член, но ты уже кандидат на водные крещения. И мне не было 16 лет, когда я встал и произнес это, так сказать, слова покаяния, слова обещания. А из 16 лет я стал проповедовать. Сейчас вам или тебе уже 50 лет, 34 года стажа. Каково главное послание в твоих проповедях? Потому что тебя на самом деле можно назвать истинным проповедником. Ты как бы не несешь служение пастора официального какого-то, но ты все время проповедуешь. Ты проездил много мест, можешь ли ты об этом рассказать? Но вначале, какова главная тема твоей проповеди? Да, это вы вспомнили, что 50 лет, то я так говорю, что я уже как истинный 50-ник. 50 лет и уже истинный 50-ник могу это носить. Ну, вот когда я в этих 16 лет, как я сказал, дал уже обещание, я очень читал Евангелие. Слово для меня было это разговор с Богом. Когда в молитве я говорил ему, когда я читал Библию, я так чувствовал, что он говорит мне. Я помню, в один год я прочитал 25 раз Евангелие. 13 раз на русском языке и 12 раз на украинском языке. Два раза в месяц ты прочитал Евангелие. Да, да, да. Я просто видел, что Бог говорит ко мне через Слово. И каждый раз, прочитывая какое-то местописание, меня просто подымало. Я смотрел, ну я же эту Евангелие уже читал, ну и прямо подымал, смотрел, ну точно она же. Ну что так я не заметил такое Слово. Это было прекрасное время. Но я думаю, что после 50 лет, после 30 с лишним лет чтения Евангелия, оно все равно открывается новым. Ое, ое. Потому что это вечное Слово Бога, над которым сидят институты, ученые. Но оно всегда живо, действенно. И новое. И новое. И новое. Абсолютно. Читая Евангелие, я нашел главную тему, что открылось для меня в посланиях ли это, или в Евангелиях, или в откровении. Это о любви Божьей. И когда мне открылось, что обратитесь ко мне, все концы земли будете спасены, или ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Человеческого, или в послании Иоанна написано, что Он, то есть Христос, умер не только за грехи наши, но за грехи всего мира. Это для меня было настолько откровение, что Он не умер за эту маленькую кучку нашей церкви, которая в селе, но что Он умер за грехи всего мира. Это мне открылось тогда, что я могу идти к каждому человеку, кто бы он ни был по национальности, по цвете кожи лица, или по своем социальном положении, кто бы он ни был. Я имею право идти и говорить, что Бог тебя любит. Он послал Своего Сына. Иисус умер лично за тебя. Это была для меня тема номер один. Если Бог так любит весь мир, то почему все происходит в мире так много нехорошего? Этот вопрос задают много неверующих людей. На этом вопросе притыкаются очень много людей. Потому что говорят, если Бог так всемогущ и так полон любви к людям, почему Бог не остановит ураганы, землетрясения, войны? Почему? Да, мне этот вопрос знаком. Я когда-то сейчас... Самый, 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 самый... Часто задаваемый, на котором многие теряются, на который многие не знают ответа. Это никогда не смущало меня и не подвергало сомнению мое сердце о том, что Бог не так любящий, как я его понимаю или как я его проповедую. Он остается для меня любящим и для всего мира. Но то, что мы встречаем проблемы и в мире столько горя, это не в Боге причина. Для меня ясно, что это не в Боге причина. Потому что очень простой пример, если даже медицина говорит, не берем даже Божьи заповеди, потому что мы как бы отвечаем для людей неверующих, они обычно задают такие вопросы. И я тогда им отвечаю, что даже если медицина говорит, что ты, принимая наркотики, или если ты употребляешь алкоголь, это приведет тебя к тому и к иному. Это приведет к депрессии, это приведет к болезни твоего дела, и в конце концов оно доведет тебя к смерти или к ужасному концу. Психологи добавляют, что это приведет к разладу твоей семье, жена, дети будут страдать. И люди слушают это. Они же, эти философы, психологи, врачи, они объясняют, что это уже испытано, исследовано. Наркотик разрушает тело, употребление никотина разрушает тело и так далее. Люди слушают это, но они продолжают это делать. И поэтому получают воздаяние. И, конечно, что они принимают то, что ими говорили. Они впадают в депрессии, разлад семьи, их тело принимает всякие болезни. И они уже в конце сидят, как в этой сказке русской «У разбитого корыта». Кто может винить? Или почему можно винить врача, что ты мне не сделал, почему ты мне не сделал, что я дошел до этого состояния? Конечно, нет. Я тебе говорил, да. Я тебе говорил, что это приведет, да. И то же самое здесь. Бог дал заповеди, Бог дал Слово Божие. Мало того, Он послал Своего Сына, Он, Иисус Христос, жил на земле. Он был человек, как мы. Он имел такое же тело. Он показал пример, как жить. И когда люди живут таким жизнью, они будут иметь радость и успех, они не будут иметь проблем. Да, мы, как верующие, встречаем какие-то испытания, мы живем в этом мире. Более испытания, как испытания, чтобы стать тверже, или как гонение, чтобы стать еще чище. Но это не те последствия каких-то неправильных употреблений, неправильных вещей. Да, да, да. Это очень хороший пункт, то, что если человек не живет по Божьим законам, его обязательно ждут последствия. И, наверное, и природа вся страдает от этого. И, наверное, земля стонет, когда люди много грешат, потому что мир этот духовный. Поэтому, наверное, и землетрясение случается, и наводнение. Да, но я думаю, что здесь стоит добавить, что вторая еще очень существенная причина, почему мир имеет столько горя и проблем. Так вот, вторая сторона, что очень немаловажно, что у Бога есть враг, который враг и душ человеческий. Я использую слово враг, я не хочу даже называть его имя, потому что как-то один проповедник у нас здесь в Вашингтоне говорил, что он не достоин, чтобы называть его имя. И просто говорите враг Божий, поэтому все равно там звучит Бог. Но враг Божий есть, который приходит украсть, убить и погубить. Его цель разрушить, его цель семью разорвать, детям принести горе, принести слезы для матерей и жен. Это его цель. И мужчин сделать бесхарактерными. Его цель разрушить целые страны. Поэтому вот это мы видим результат действия этого врага. Сергей, где ты ездил, где ты бывал, особенно в последнее время? Расскажи. Ну, когда я жил на Украине, в одно время я немножко жил в Риге, пять лет. Живя там, в бывшем Советском Союзе, я проповедовал по многим-многим городам. Как можно так нарисовать картину, что из Прибалтики и до Находки. Во многих местах и Сибирь, и Дальний Восток, и Армения, Киргизия, ну и, конечно, Украина, Россия. Здесь уже в Америке 20 лет, и в Америке Бог дал возможность, я тоже посетил, я думаю, около 20 штатов, проповедуя по многим церквям. И участвуя и в евангелизациях, участвуя в таких служениях, в конференциях и других мероприятиях, где я проповедовал Слово Божие. А вне страны Америки куда выезжал? Что видел? По возможности посещал страны такие в Африке, в Африке в стране Малави, в Аргентине был, в Парагвайе. То есть в таких бедных странах? Да, в Австралии был, в Европу, для меня Европа очень в сердце лежит, многие уже годы. Зная, что Англия, особенно Англия, это была страна, которая распространила, потому что первые, когда до Америки, Америки как таковой еще не было. Англия, это была главная такая евангелизирующая весь мир страна. И поэтому, смотря на состояние сейчас, для меня Англия, поэтому я посетил Англию как-то несколько лет назад в Лондоне. Я интересовался, стоял там вместе и с одним проповедником, он прямо стоял на улице и проповедовал. Говорил одно и то же, одно и то же, что Бог любит, призывает, вы покайтесь. И вот в таком. И я был как-то в Франции, в Париже, встречался с братьями, там говорили, складывали планы, чтобы провести евангелизацию. И проповедовал там для того, чтобы как-то принести или возбудить ревность опять в европейских странах к тому, чтобы пришли к Господу. Находясь, приезжая в страны, бедные страны, Африка, Парагвай, Аргентина тоже не очень, ну, лучше, конечно, чем Африка. Легко ли там проповедовать о Божьей любви, когда видишь такую нищесту и убожество? Я думаю, что да. Потому что ответ, почему они в таком состоянии, как раз в том, что мы уже говорили. Если бы люди там, если взять, мы проповедовали в Аргентине, мы помогали, возили помощь и проповедовали в отдаленные там места, где местное население, не приезжие, а местные эти племена, можно сказать. И они знают, что в основном они занимались колдовством, разными оккультными религиями. Мы, они многие были сами, значит, этими колдунами. И когда принесли Слово Божие, они увидели, что есть живой Бог, и что это его враг, и их завел в такое состояние. Поэтому они уже знают причину, что не Бог здесь виноват, а наоборот, то, что Он прислал даже нас, белых людей, которые с Америки, а сами с Украины и России, прислал сюда им в эти леса забытые места, можно сказать, чтобы проповедовать о любви Божьей. Наоборот, они видят, что Бог действительно любит. И так же само в Африке. Я помню, что мы приехали в одно селение, и дети начали плакать, потому что они никогда не видели белого человека. И мы здесь приехали, привезли им пищу, привезли помощь им, раздаем конфеты для детей, для матерей, для семей. Мы раздавали там ихнюю муку и так далее. И они, видя это, они наоборот, вот сияющими глазами ждут, что ты скажешь. И ты говоришь, что это забота Божья. Божья, 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 Божья. И принимаю тебя, как свой особистый спаситель Господа. И принимаю тебя. Божья, 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 Божья. Божья, Божья, Божья. Божья, 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 Божья. Сергей, еще у меня один такой вопрос. В конце уже нашей программы, после поездок, закрывая глаза, вспоминая, рассказывая своей семье, своим шестерым детям, о поездке, что запоминается самое большее? Запоминаются нищета, слезы на глазах людей? Или те молитвы покаяния, те люди, идущие к алтарю? Что самое большее впечатляет? Что самое большее запоминается? Что самое большее влечет тебя идти дальше, дальше и дальше? Ну, конечно, покаяние людей — это номер один. Заканчивал служение и сделав призыв, я видел, как эти люди бежали. Они не шли, они бежали. Они не бежали ко мне, они бежали к Иисусу. Бывает, что я еще рассказываю вот такие моменты, как мне запомнилось с Африки. Вот Малави — это маленькая страна, не так большая, но, кстати, бедная страна. Но Малави называется в Африке, они называют эту страну люблящее сердце Африки из-за их народа. Что я рассказывал многим, и хотел бы, чтобы слушатели знали это, что мы заезжали, для меня было поражен, я был, что мы заезжаем в селение. вот пусто в полном смысле слова. Земля, их не дома, это какие-то халупы, вот такое, без окон, без дверей, вот, они раздетые, особенно дети, в них ничего нету. Они босые, раздетые, голодные, но улыбающиеся. и на лицах просто веселые. Их и прозвали люблящие сердце Африкой, потому что этот народ очень веселый, очень гостеприимный и радостный. И я говорю, и детям своим говорил, и многим здесь говорил, и хотел бы, чтобы мы, которых Бог печется, мы имеем одежду, пищу, хорошие дома, или выбор, что одеть и так далее. И бывает, мы допускаем еще ропот. Вот это, я говорю, посмотрели бы на этих людей, которые ничего не имеют. Сергей, я бы хотела тебя попросить обратиться к нашим телезрителям и призвать их к молитве покаяния. Можешь ли ты это сделать? Ой, с радостью. Я хотел бы с твоего разрешения несколько слов сказать им, потому что я верю, когда бы ты не смотрел эту передачу, когда бы ты не слушал ее или после перезаписи, или где-то на кассете, но я верю, что Божий Дух, Он обращается именно к тебе, слушающий эту передачу, слушающий эти слова. Он знает твое сердце, Он знает твои все нужды, кто бы ты не был, богатый или бедный, какая бы национальность не была твоя, как бы о тебе не говорили посторонние люди, что ты такой, ты из незнатной семьи или незнатного родства, это не имеет значения. Ты рожден, потому что Бог тебя любит, Бог знает твое сердце, Он хочет, чтобы ты был или была счастлива. Как бы твое положение не говорило сегодня, что все говорит о том, что ты несчастлива, но есть один, который может все изменить, его имя Иисус Христос. И сейчас, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась, произнеси молитву вместе со мной, и твоя жизнь изменится. Если ты болен, Господь силен исцелить. Но я хочу сказать тебе, что если даже это не произойдет, это не означает, что Бог не любит тебя. Он думает в первую очередь о нашей душе, о нашем сердце. Поэтому скажи вместе со мной эти слова. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что ты любишь нас. Мы благодарим Тебя, что ты умер за мои грехи. Я принимаю веру, что мои грехи прощены, потому что ты взял мои грехи и пригвозил на кресте. И теперь я иду к моему Отцу, к живому Богу, во имя Иисуса Христа, и говорю Я Твое дитя. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что сегодня вы были с нами. Это была программа прикосновения. И желаю, чтобы Бог прикоснулся к вашей жизни, и чтобы это прикосновение изменило вас навсегда, наполнило миром, радостью и любовью к окружающим вас людям. До новых встреч, дорогие друзья. С Богом! Духом укрепиться в твоем прикосновении. В твоем прикосновении.